В контексте, да, вы говорите, никто не в безопасности, ходят слухи, что из оккупированного Крыма сбежал Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Вот если все вот то, что говорят о их победе, это правда, это же как бы в принципе расценивать можно как очень позитивный сигнал для Украины. Я все-таки думаю, что они не могут вот так просто взять и убежать. Бежать-то им некуда, бежать только в Россию. В России этого не любят, аппарат чиновничий этого не любит, ну, высшее руководство, потому что если тебе разрешат бежать, ты побежишь. А без разрешения бежать никому нельзя, надо оставаться на местах, потому что это создает, ну, лишнюю панику, хаос дополнительный, а зачем это Кремлю? Тебя испоместили, ты дали воровать, ты богатый стал чел, фактически отдали в отчину управления, а ты, значит, думаешь, что это только какие-то выгоды, а, так сказать, издержек не бывает, ну, так не работает. Я думаю, что это преувеличение. Мне кажется, что даже если они покинут территорию Крыма, ну, это какая-то командировка под предлогом, во всяком случае. Они могут вывести семьи, вряд ли кто-то им воспрепятствует в этом, но сами они должности не покинут, так не принято. Да, то есть, они могут заслужить разрешение на покидание Крыма, но в этой обстановке прямо сейчас, ну, вот если официально будет объявлено, что ушел в отставку Аксенов или там Константинов или кто-то еще, ну, как это будет воспринято? Скажут, ну, ничего себе, уже и крысы побежали, тогда и нам пора всем. Ну, то есть, поэтому я думаю, что нет, это преувеличение, я думаю, они еще появятся. Наверняка сейчас идет очень сложный момент всякого рода согласования и совещания и попыток как-то в этой ситуации сманеврировать, потому что, а вдруг действительно мост обрушат? Это сильно помешает, в общем, многим процессам на полуострове. Они, наверное, каким-то образом принимают участие в различного рода мероприятиях, совещаниях, разговорах. Они нужны на материке, потому что в Крым никто не поедет, ну, Путин в Крым уже не поедет, скорее всего. Ну, пока не будет понятно уже, а что, ты прилетел в Крым на своем борте, а ракетами взяли и ударили куда-нибудь, где ты находишься, или по этому же самолету, и что тогда? Где безопасность? То есть, оказывается, это уже небезопасная территория, по ней можно ударить в любой момент. Я думаю, что, скорее всего, нет. Они не сбежали, потому что, повторяю, так нельзя, так не принято. То есть, скорее всего, это какой-то там аневрированный тактический отъезд, что-то там они по служебной командировке как-то двинулись, но не так, что они могут убежать, и не поеду обратно в Крым. Буду сидеть где-нибудь в Ростове. Так нельзя. Нет, в аппарате так не принято. То есть, им уже сам Кремль не позволит, в принципе, оставить? Нет, нет, нет. Раз уж дожил на должности, тебя не посадили, а сажали там много народу. Там посадили очень прилично чиновников, бывших украинских чиновников, оставшихся после оккупации. И тут, как сказать, вход рубль, выход два. Здесь нет возможности, когда захочу, тогда и соскочу. Нет. Они все под санкциями, у них дорога одна, только в одну сторону. У них нет выбора. И поэтому, с чего бы сейчас им давать возможность где-то в безопасном месте провести время, чтобы в опасении, что его ракеты уничтожат? Ну, так погоди. Ты пока жил все эти восемь лет, все было хорошо? Всем пользовался? Все нормально? Тебя не трогали? Не трогали, да? То есть, ты укрепил свой бизнес, там заработал море денег. Поэтому нет, нет, нет. Я просто убежден, что вот так просто они не соскочат. Там так не принято. А вот само население Крыма, потихонечку все больше и больше появляется информация о том, что аренды намного дешевле, туроператоры в России заявляют о том, что сократилось чуть ли не в 70-80% количество путевок, проданных в Крым. Продается недвижимость, в том числе, по заниженным ценам. Само пророссийское население, пророссийская настроенная часть населения уже как бы должна задуматься о том, чтобы потихонечку, и задумывается о том, чтобы потихонечку, скажем так, покидать? Ну, я думаю, процесс этот объективный. Потому что, знаете, вот ты жил-жил рядом с САКами, например. У тебя был там с военным аэродромом, там, говорят, в километре окна повылетали, двери, квартиры непригодны. Ну, не все, конечно, но какая-то их часть. Надо ремонтировать. Ну, а что будет завтра? Их там пять или шесть, что ли, по-моему, аэродромов военных на территории Крыма. Ну, очевидно, что кто-то хочет просто пересидеть. Снялся и поехал через мост, там, посидел у родственников, или где-то там, я не знаю, в Краснодарском крае. А вось там что-то затихнет. Вот. Какая-то часть, безусловно, ей деваться некуда. То есть, туда или сюда, куда. Тем более идет война. Это не как раньше можно было с территории Украины поехать, там, с территории Крыма как-то пробраться в Украину. То есть, здесь как бы нету сообщений. Нет возможности в сторону Украины на запад куда-то поехать. А в сторону России, ну, да, дорога открыта. Я думаю, что многие пользуются. Что касается туристического сезона, ну, он, очевидно, сорван. Его не будет. Потому что, а какой сезон? Когда ракеты рвутся и так далее. Естественно, никто рисковать не будет. Это процесс прогнозируемый вполне. Я думаю, что и руководство ВСУ предполагало, что вот эта суета начнется после этих обстрелов. Но это добавляет только сюра всей ситуации. Потому что, ну, вот удивительно было. Идет война, да, 6 месяцев. И в 300 километрах от, условно, там, зоны боевых действий где-то на правобережье Днепра. Ну, может, чуть больше там в километрах. Хотя, я думаю, сопоставим от Одессы, наверное, 200 с небольшим километров. Ну, если по морю. Как ни в чем не бывало, люди купаются. На резиновых матрасах. Вы вообще отдаете себе что-то, что... А вообще война идет. А, типа, нас это не касается. Ну, ребята, дорогие, как же не касается. Вам говорят, война идет, так сказать, обстрелят, гибнут люди сотнями. А мы тут отдыхаем. Ну, что ж. Раз человек хочет отдыхать, несмотря на риски. Ну, вот это к чему приводит. Поэтому сейчас, может быть, где-то осознали, дошло, что все, на самом деле, не шутки, не игры. Что все это может очень печально, очень плачевно кончиться. А вот, по вашему мнению, удар по Крымскому мосту уже, как бы, это вопрос времени? Это уже предрешенное? Ну, вот по тому, как складывается, да. По тому, как складывается вопрос вооружения, в оружии. Чем его можно уничтожить? И есть ли эти средства у Украины? Ну, я ответить на этот вопрос не могу, я не знаю. Но как мишень, как цель... А зачем эти все пристрелки были? Они, как бы, да, нанесли некую военную функцию. Потому что, ну, все-таки аэродром, там, вроде бы, в САКах сожжено. То ли 9, то ли 10 самолетов. Это существенно. Да, да, это существенно. Но есть еще и некий символизм. Потому что он не менее важен. Вы говорите, что все в безопасности. Там ПВО, МВО, там, и так далее. Но это не так. Это иллюзорно. Вы сами открыли этот ящик Пандоры. В ощущении, что нас-то это не косется. Вот, я слушал прям, ее можно в интернете найти, цитата Пескова. Он говорил, это было месяца 3, что ли, назад, до всех этих масштабных ударов, что... А мы, говорит, верим словам Зеленского, что по территории Российской Федерации не будет со стороны Украины ударов. Почему их не будет? Почему вы считаете Крым территорией России? Это вообще загадка. Откуда это ощущение, что война должна вестись только на территорию Украины? Что она вообще не может, ни при каких обстоятельствах, перекинуться на территорию Российской Федерации? Хоть ту, которую вы оккупировали и считаете свою, хоть ту, которая приграничной является... То есть, в Харькове люди гибнут. А там, в каких-то десятках километров от Белгорода, да, в Белгороде ничего не происходит. Так не бывает. Война так не бывает ее, да? Война – это всегда взаимная штуковина. Там гибнут, тут гибнут. Так не получится. Ну, вот это вот удивительный инфантилизм. И население, а власть... Ну, власть, она как бы далеко. Ей-то что грозит? Путин в Кремле, поэтому, может быть, он-то и не ощущает этого. Ему-то какая разница. Погибнут там, погибнут тут. Но инфантилизм населения, который... Ну, как же, Путин сказал? Нам ничего не грозит. Можно купаться. Купайтесь. Ну, поэтому, на самом деле... Я думаю, да. Да, Крымский мост – это символ вот этого восьмилетнего типа успеха Путина, его имперских приобретений, захвата соседних территорий и так далее. И этот оказался зримый успех. Ну, мост – это вот можно потрогать, подойти, да? А он очень иллюзорный оказался. Что он не такой уж и успешный, этот имперский проект.